Девчонки, привет! Сегодня я хотела снять быстренькое видео, поделиться с вами моим идеальным способом нанесения тональной основы на лето. Так как я пришла к этому способу после многих-многих испытаний разных всего и всего тестирования, и я поняла, что это просто идеальный вариант. И я решила с вами посоветоваться, чтобы вы, может быть, тоже немножко сэкономили время и не шли вокруг да около к этому, так как шла к этому я. Итак, в чем заключалась моя главная ошибка до сих пор при нанесении тональной основы на лето? Я думаю, что раз лето, раз жарко, я хочу сделать такое легкое на лицо, ну вот примерно как BB Cream или как Tinted Moisturizer, такая увлажняющая основа, или ну что-то такое, что в принципе является как бы очень увлажняющим, но покрывающие способности там не очень высокие. Он немножечко покрывает, но зато очень хорошо увлажняет. Я думала, что это идеальный вариант на лето, но потом я убедилась, что это не так. Почему? Потому что так как у них покрывающая способность очень маленькая, продукта надо наносить больше, чтобы хотя бы что-то прикрыть. Потому что если бы вам не было что прикрыть, вы бы его вообще не наносили правильно, летом, лишние продукты и так не нужны. И так вы его наносите больше, чтобы прикрыть что-то, и получается, что продукта на лице, самого продукта больше. И поэтому лицо быстрее потеет, быстрее жижнеет, вы чувствуете эту вот всю как бы маску на лице, это очень неприятно, это все сползает, течет, некрасиво. И при том, что вы как бы это лишний жир на лице, но прикрыть то, что вы хотели прикрыть, вы так и не сделали. И так к чему я пришла способом, методом тыка, как называется, после всех испытаний. Это к противоположной логике. Это взять долгостойкую, очень интенсивную тональную основу, как бы очень пигментированную, которая имеет очень-очень сильную покрывающую способность, но нанести ее просто мизер, мизер на лицо растянуть. И получается, что покрыла, в этом виде она покрывает тоже столько же, сколько же покрывает и BB крем, и увлажняет, тинтит мойстр вайзер. При большом нанесении, как бы, но продукта на лице вообще, как бы, почти не существует. И так я вам сегодня покажу, что я использую на лето. Это просто идеально. Главное, чтобы ваше лицо было уже увлажненное. Я использовала тоник, вот такой от Sensai, от Canebo, из серии Sensai, который мне очень нравится. И точно такой же крем к нему, Sensai Silk Emulsion Light. У меня из варианта Light, потому что он полегче, он на лето больше подходит. У них там еще, по-моему, есть Medium и... Еще все это там... Мойщер, по-моему, самый увлажняющий мойщер. Но он больше на зиму. Я скоро сделаю обзор на эти продукты, мне они очень-очень нравятся. Конечно, они очень дорогие, но мне они очень нравятся, так что я их... Они сделаю обзор. Но сегодня не об этом. Все, я хотела сказать, что у меня левцом... Я прошлась тоником, и я его хорошо увлажнила. И этот увлажняющий крем еще такой, он имеет немножко как функцию, как праймера. На нем будет держаться очень хорошо тональная основа. И как идеальный вариант тональной основы на лето, я вам показываю вот всеми известную от Revlon Colorstay 24 часа. Вот так она выглядит. Вы ее все-все-все, я уверена, знаете. У меня вариант для нормальной или сухой кожи. Мне этот больше нравится. Тем не менее, что как бы несмотря на то, что у меня летом более жирная кожа, но я все-таки использую эту. Потому что вариант для жирной кожи, он как-то подсушивает, и заметны все шелушения, и все такое. А это держится настолько же долго, только как бы смотрится красивее и более натурально на коже. Итак, принцип. Показываю вам... Объясняю вам логику. Это нанести вот такой вот очень плотный, пигментированный тональный крем. Но растянуть его по лицу... Во-первых, его не наносим на все лицо. Его наносим только на зоны, где это нам больше нужно. Например, для меня это нос, и это вот это вот крылья носа, потому что у меня здесь расширенные поры. И это немножко подбородок, потому что у меня здесь обычно покраснение. Здесь мы наносим побольше, а потом растягиваем на периферии лица. Так, чтобы уже к периферии лица уже у вас почти оно сошло на нет. Уже не было ничего. Это тоже придаст такой натуральности. Еще для того, чтобы растянуть это получше, мы будем использовать... Вы можете использовать или бьюти-блендер, эту влажную губку, если она у вас есть, если вам это нравится влажной. Потому что влажная, она тоже легче распределит продукт. Как бы из меньшего в меньшего продукта мы растянем на большее пространство. Или я люблю использовать кисточки влажные. Вот я и буду использовать одну из этих кисточек. Это Sigma F80. Это Real Techniques Expert. Face Expert Brush. Я сегодня буду использовать эту. И так, что мы делаем? Мы взбалтываем немножечко тональную основу. Наносим ее совсем немножко. Совсем немножко. Повторяю это 10 раз, потому что это самое важное. Вот примерно столько. Все. Это, наверное, треть того, чтобы я обычно наносила, не знаю, осенью, зимой и так далее, чтобы покрыть все лицо. Берем эту кисточку, увлажняем ее. Вот у меня такой спрей. Просто водой. У меня такой спрей. Пшик-пшик-пшик-пшик. Она должна быть хорошо увлажнена водой. И будем это все распределять по лицу. И вот за счет того, что кисточка увлажненная, она так хорошо это все растягивает и накладывает на лицо очень-очень-очень тонким слоем. И вот этот вот мизер тональной основы, который мы нанесли, он сейчас распределится по всему лицу. Даст хорошее покрытие, потому что тональная основа сама очень пигментирована. Но продукта на лице почти не будет. Вы его не будете чувствовать. То, что у меня, у меня просто это чувство, что у меня что-то на лице лето, меня оно просто, я не знаю, бесит. Вы не будете чувствовать. Лицо у вас будет красивым и не будет потеть. И блестеть, и потеть, и так далее. Все. Вот, надеюсь, вам видно. Просто этот цвет немножко мой в ванной, не знаю, если этот цвет... Надеюсь, вам видно. У меня лицо вообще... Я вижу, у меня все, что надо, выровнялось. Ничего лишнего. Абсолютный минимум до лета. Вот так. Все. Вы этим выровняли как бы главный слой. А сейчас, если что-то вам нужно еще дополнительно, например, под коррективы, какие-то там прыщики или синячки под глазами, вы лучше возьмите консилер и отдельно нанесите именно на эти зоны. Потому что если вы захотите эти зоны скрыть за счет тональной основы, то получится, что у вас будет слишком много продукта на всем лице для того, чтобы скрыть там два прыщика. Лучше вы отдельно на эти прыщики нанесете отдельный консилер. И не будете затруднять все лицо продуктом. Вот я нанесу в моем случае немножко консилера под глаза. Так как у меня вечно... Вечно следы недоспания. Вот так вот. Все это вот распределяем. Немножечко, чтобы досмотреть. Опять же, секрет немного. Мне кажется, вот летом... Летом очень важно, чтобы продукта на лице было очень-очень мало. Все. Вот так вот. И сейчас, если желаете... Кстати, я сегодня в таком летнем сарафане, поэтому, наверное, у меня и нашла идея сделать... Объяснить, как я пользуюсь нанальной основой летом. Потому что у меня такое летнее настроение. Одела очень-очень такой широкий летний яркий сарафан. И решила сделать это видео. И поверх вы можете закрепить какой-то матирующей пудрой. В моем случае я не люблю сильно матирующую пудру. Я буду использовать такой MSF от MAC. Он не сильно матирует, но хорошо закрепляет. И не смотрится все это очень так искусственно. Ну, так немножечко даже. И имеет какое-то здоровое... Здоровое сияние. Не блеск, а вот просто как бы здоровый такой финиш. Главное хорошо закрепить там, где мы нанесли консилер под глазами. Вот так. Это все очень... Опять же, очень мало продукта. Вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И все. Все это мы закрепили. Вот и все. Наша тональная основа на лето закончена. И я вам обещаю, что это будет у вас держаться до самого вечера. Если у вас на самом деле очень жирная кожа, и вы знаете, что даже этот вариант у вас ползет очень скоро, тогда я вам использую еще поверх немножечко пшикнуть вот таким вот закрепляющим спреем. У меня от Urban Decay. All Nighter называется. Я очень люблю этот спрей. Я пытаюсь им пользоваться непостоянно так, чтобы как бы не загружать лицо по минимуму. Только когда он мне очень-очень это нужно. Но я вам покажу, как это делать. Вы так вот спалтываете бутылочку и немножко там, не знаю, 20-30 сантиметров расстояния. Пшикаете там один или два раза на все лицо. Вот и все. Это примерно так, как бы вы пользовались лаком для волос, чтобы фиксировать прическу. Это примерно то же самое. И вот сейчас даже обладательницы просто жирной-жирной-жирной кожи могут спокойно идти в город летом и знать, что у них тональная основа будет держаться весь день. Надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, вам... Вы попробуйте такой метод и вам тоже он очень понравится, потому что я убедилась как бы в своей практике, что это самое лучшее, нежели нанести кучу продукта на лицо с маленькой покрывающей способностью. Лучше нанести очень мало продукта, но с сильной покрывающей способностью. И эффект тот же самый, но продукта на лице в 10 раз меньше и потеете вы меньше. И раздражает вас это тоже, соответственно, меньше. Так что, надеюсь, вам это было интересно. Пробуйте все и пишите мне внизу, что вы думаете об этом методе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!